Друзья мои, я приветствую всех на своем канале о вязании. Меня зовут Елена. И сегодня у меня очередная готовая работа из моей рубрики «Вяжу малышам теплую осень». Это уже не на теплую осень, скорее на холодную осень или теплую зиму. У меня получилась вот такая щупка-курточка, которую я связала для своей внучки. Еще я, конечно, ей не меряла, ее не одевали мы на нее. Жду, вот должны приехать и обязательно померяем. И я сделаю, может быть, фотографии, если она согласится, да, и выставлю тогда на канале в сообществе. Можете зайти потом и посмотреть. Вот. Ну и теперь я хочу сделать вам обзорчик по этой кофточке, рассказать, как я ее вязала, из чего вязала, ну и так далее. Ну, в общем, вязала я ее из вот такой вот пряжи, из Троицка Кроха. Когда-то давно я покупала ее в фикс-прайсе. Здесь, значит, 108 метров в 40 граммах. Такой интересный вот метраж, да, и вес. 20% шерсть мериноса и 80% акрил. Ну, не знаю, мне эта пряжа очень нравится. Теплая она, мягкая для деток, для деток отлично. Не колкая абсолютно. И получается очень, очень даже неплохо. И очень хорошо держит резинку. Посмотрите, как она держит классно резинку. Так, в компаньоны к этой пряже я взяла вот такую бобинку у меня есть. Вот такую, вискоска, да. Здесь она может даже с сольном. В общем, не пойму, нет у меня на нее никаких, никаких ничего, ни этикеточек. Ну, в общем, взяла я эту пряжицу в три ниточки добавила. Ну, можно было, в принципе, вязать и из одной крохи. Но я хотела, чтобы была немножечко поплотнее. Потому что я после еще вводила травку. И чтобы не очень сильно отличалось полотно, как бы не было слишком тонким вот здесь по рукавам, по манжету. Вот, я взяла ей вот такой компаньончик. Три ниточки я взяла. Это вискозы и одну ниточку крохи. Теперь, что касается размерчиков. Я вам сейчас скажу. Так, значит, длина моей курточки получилась 39 сантиметров. Ширина 30 сантиметров. Так, дальше. Длина рукавчика с подвернутым манжетом 24 сантиметра. Ну, если отвернуть, то еще на 3 сантиметрика больше. На 2 сантиметра больше. Так, ширина рукавчика. 12 сантиметров. Ну, здесь прям нужна по проймочке. Так, здесь. Да, у начала 13 сантиметров. Ну, и потом здесь уже шубавочка пошла. Так, ширина плеча. Так неудобно мерить из-за пушистости этой. Ну, примерно 8-9 сантиметров. Сейчас я точно скажу. 8,5 сантиметров плечо. Длина плеча. Ну, вот, вроде бы, вроде бы все размерчики сказала. Ну, и теперь расскажу, как я ее вязала. Я набрала на спицы номер 4. Так, девочки, извиняюсь. Набрала на спицы номер 4,5 82 петли. И вязала таким образом. 6 петелек у меня на планочку. И дальше резиночкой 2 на 2. И в конце снова 6 петелечек планочки. И таким образом я вязала 6 сантиметров резиночки. Потом я перешла на спицы номер 5,5. И начала вводить вот эту травку. Травка эта я уже говорила вам. Да, это у меня когда-то я вязала подушки. Наверное, лет 10 назад. Никаких у меня этикеточек от нее не осталось. Ничего, в общем, ничего не могу сказать. Но мне она очень нравится. Вот смотрите, какой цвет классный. Здесь как-то шнурочек черненький. И в него вплетены 2 ниточки. Беленькая, прям такая с блеском, как серебро. И черненькая. Ну, в общем так. Вязывая я начала травку. Вязала, значит, провязала петельки планки белой нитью. И вязала травку. Вязала все вместе ниточки. До следующей планки. Здесь я травку отложила нить. И дальше продолжила просто белыми нитками. И так. Вязала, вязала, вязала. На расстоянии. Сейчас я вам скажу. Провязала я от резинки 22 сантиметра. Вот до проймочек. И разделила все полотно на спинку и полочки. Для рукавчиков по проймам я никаких убавочек не делала. То есть вязала здесь потом все отдельно прямым полотном. Провязала я, значит, по спинке 29 сантиметров от резиночки. И закрыла средние 14 петель. Потом, в следующем ряду, я закрыла еще по одной петле. И у меня получилось такое небольшое углубление. Этого достаточно. И на плечиках у меня осталось по 11 петелек. Я там еще провязала, по-моему, пару рядочков туда-сюда и закрыла. Закрыла без всяких скосов. Хотя можно было, конечно, сделать скосы, видите, или из-за того, что она пушистая, топорщица здесь. Наверное, потому что пушистая. В общем, не делала я никакие скосы. По полочкам провязала я немножечко меньше. Так. Провязала я 27 сантиметров. И закрыла, значит, так. Один раз я закрыла 6 петель. Один раз 3. И два раза по одной петле. И также у меня осталось здесь 11 петель. А, да, девчонки, я не сказала, как я разделяла. Значит, на спинку я оставила 38 петель, а на полочке по 22 петли изначально, да, после разделения. Вот здесь вот. Также провязала еще пару рядочков, чтобы сравнивать длину, да, и закрыла плечики. Сшила просто обычным способом, как любым привычным. По проймочкам я, значит, набрала из кромочных 40 петель и начала вязать рукавчик. Рукавчик я вязала вот таким образом. Сейчас я вам покажу. Сейчас расстегну. Вот, смотрите. Вот так я вязала. То есть 5 рядов травки, 5 рядов просто белой ниточкой. 5 рядов с травкой, 5 просто белой. И вот так я вязала весь рукавчик. Убавки я, значит, делала в каждом седьмом ряду 6 раз. А потом вязала просто без убавок. Осталось у меня здесь в конце на манжетиках 28 петель. Я провязала манжет по длине, вот прям длинный, видите, 8 сантиметров, для того, чтобы вот так их подворачивать. Так она смотрится гораздо интереснее. Ну и ребенок будет расти. Длина-то она ей длинная все равно. Еще и на весну хватит. А рукавчики можно будет отпускать. Тоже даже будет очень-очень неплохо смотреться, когда подрастет. Так, по головинке, значит, я набрала вот здесь петельки из проймы и провязала также 6 петелек планочки и дальше просто резиночкой 2х2 и снова 6 петелечек планочки. Так, для пуговиц делала вот такие отверстия. Через каждые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дорожек платочки. Вот, 9 дорожек платочки, дырочка для пуговицы. Дырочку вы, наверное, все умеете делать, да? Это накид, 2 вместе лицевой и дальше все лицевой. И вот так вот у меня, вот такая красота получилась. 5 пуговичек. Пуговички выбрала, вот такие к ней подходят по цвету. Ну вот, такая вот курточка, шубка у меня получилась. Такая вся мягкая, пушистая и внутри, снаружи, смотрите, какая прелесть. Теплая, теплая. И мне кажется, она даже зимой не будет продуваться. Можно и зимой носить. Как у нас на Кубани зимы теплые, так в самый раз, в самый раз одеть можно и зимой. Вот, я в инстаграм выложила фото, и мне девочки написали, ежик пушистик. Она действительно как ежик. Такая вся торчащая, эти как иголочки, мягенькие только. Ну вот, кому понравилась такая работа, ставим пальчик вверх. Пишите комментарии, если кому-то что-то непонятно. Вот, ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok